доброго времени суток уважаемые подписчики и зрители канала с вами сегодня Павел и сегодня у нас будет обзор а впрочем поставьте это видео на паузу сходите на кухню и завалите чай сделайте квартиру и после этого возвращать и сегодня в такой домашней атмосфере нас пойдет диалог о комфорте собственно что такое комфорт комфорт это Inmotion V11 я как никто другой как огромное количество райдеров по всему земному шару ждали этот колесо с нетерпением первое в мире моноколесо с подвеской тем более такое тем более от фирмы Inmotion которая годами радовала нас своей продукцией самокат ему на колеса Segway фирма Inmotion постоянно пыталась сделать свою продукцию безопаснее и комфортнее не гоняя за какими-то там выдущимися скоростями или мощностями как тот же готовит собственно и сейчас они представили нам свою новинку V11 колесо которое даже частично выбивается за их политику с виду быстрое и мощное это колесо многие заранее считали каким-то ну банальным скучным пенсовозом признаться я имел за душой такой брюшок но вы знаете оно меня приятно удивит но обо всем по порядку начнем с внешнего вида устройства футуристический киберпанковый как сейчас модно говорить дизайн стильное колесо без каких-то там знаете лишних блестяшек и прочего лаконичный ангельский глаз на фаре который очень классно вписывается в общий вид колеса в его дизайн здесь расположен индикатор батареи который находится под такой специальной крышкой вы его видите как бы но он такой немножко разный также здесь находится сигнал bluetooth когда включается колесо bluetooth будет гореть такой маленький синий внутрь bluetooth тут же у нас находится кнопка кнопка фару включает это гудение это вентилятор фары о нем чуть позже и выключает также он включает и выключается позади у нас расположен габаритный огонь он же стопарь большой яркий красивый и очень интересно оформлен я ни разу не видел красивых стопарей на моноколесах это выдающийся как мне кажется параметр данного колеса потому что он где-то на уровне автомобильного мотоциклентного он сделает вас на дороге крайне заметным и позволит другим моноколесникам самокатчикам а также людям видеть то что допустим тормозить над ним же под специальная резиновая заглушка которая прикрывает порты зарядки да именно порты впервые на моноколесе in motion у нас находится не один а целых два порта зарядки одно зарядное устройство позволяет зарядить моноколесо за 7 часов два соответственно за 3,5 то есть компания in motion пошла навстречу своим пользователям и решила так и сделать два зарядных порта чтобы райдеры не сидели по 7 часов над колесом и не ждали пока их металлический конь наконец зарядится и будет готов отправиться в новое путешествие еще одним новшеством стало появление USB порта зарядки для него можете от колеса зарядить свой USB устройство там телефон или что-нибудь плеер какой-нибудь это очень хорошо на мой взгляд потому что пользователи motion которые брали V10 V8 были в этом плане ограничены потому что на других колесах подобная вещь имеется она всегда была есть и будет а здесь здесь ее не было и теперь вот появилась также здесь у нас находится еще одно инновационное решение которое ждали наверное многие райдеры это подножка подножка которая позволяет вам оно колесо поставить то есть эта штука расчелкивается у нас ставится вот так вуаля ваше колесо стоит то есть теперь не нужно искать какую-то прям особо ровную поверхность может просто поставить колесо и оставить его так это металлическая подножка колесо из резинаста еще выводится и вот оно уже свобернется подножка также легко убирается и здесь фиксируется на специальный резиновый фиксатор брызговичок небольшой от каких-то брызг спасает от каких-то брызг не спасает если вы любите наваливать то вам его будет мало если вы любите идти аккуратно и спокойно то в принципе его может хватить вот эти к слову подушки они кастомные в комплекте с V11 таких подушек нет на мой взгляд без подушек V11 это грустно грустно потому что вот это седло так называемое обозванное райдерами седло оно скользкое оно максимально скользкое и у вас будет ни зацепа никакой фиксации ни чувства контроля будете елозить по колесу и в принципе не будете понимать как им управлять то есть завалить его как-то в поворот хорошо быстро разогнаться или резко тормознуть и у вас не получится тут будет виновата не подвеска а вот эта вот штука собственно здесь сверху у нас находится ручка много колеса ручка довольно удобная хоть и небольшая но колесо довольно высокое собственно у этой ручки все довольно просто здесь внизу находится курок вы его нажимаете и ручка выходит на рабочее положение. Катать колесо можно как и вот так, так и, собственно, вот так. То есть тут разницы никакой. Мне, к слову, удобнее катать его грубо говоря, вперед-заду. Тут вот складывается ручка вот так же. Курок зажали, ее опустили, отщел, и ручка там тянет. По внешнему виду, наверное, все. Хотя стоит еще отдельно упомянуть. Интересно, особенно здесь у нас под седлом находится контроллер. Он защищен от внешнего агрессивного мира специальной металлической крышкой. Охлаждение здесь пассивное, суббук пассивное. Колесо охлаждается набегающими потоками, которые на сейфоне по контроллеру не позволяют ему перегреться. Перейдем, наверное, к ходовым характеристикам. InMotion V11. Это моноколесо с пиковой мощностью мотора 4000. Диаметром шины 18х3. Аккумулятором 1600 Вт-часов. И рабочим движением 84 вольта. Довольно классическая компоновка для InMotion, за исключением того, что у него максимальная скорость 55 км в час. Да, InMotion, которая едет 55 км в час. Удивительно. InMotion, которая решила выйти за свою планку 45+, и начать делать колеса для людей, которые не то что любят понавалить, людей, которые хотят полтинни. Собственно, вот он, ваш полтинник. Причем еще и с подвесочкой. Кстати, на поведение данного колеса на дороге я хочу сказать, что, несмотря на подвеску, оно вам не позволит превратиться в вялого и грустного пинса, который такой растяг, что по колесу едет. Нет. Подвеска подъявляет вам все равно определенные требования к райдеру. Во-первых, подвеску нужно правильно настроить. В интернете полно каких-то мануалов. Отдельно останавливаться на том, как настроить подвеску я не собираюсь. Это просто бессмысленно. Денис Хагов целый ролик этому посвятил. И, пожалуйста, смотрите. Я лучше вам скажу, что такое эта подвеска вообще. Она отрабатывает. Конечно, получить абсолютно идеальную компенсацию удара здесь не получится. Ну, потому что подвеска на моноколесе, ребят. Это не какая-то, знаете, комфорт плюс подвеска, какой-нибудь спорткар или какой-то, я не знаю, дуромотоцикл. Нет. Это пневмопоршин с негативной и позитивной камерой. Это пневмопоршин, и он будет отрабатывать, но всю вашу отработку он на себя брать не будет. Вам тоже нужно иногда чуть-чуть применять колени. Плюс на некоторых ландшафтных моментах, например, на такой вот достаточно высокой крутой горке, если вы не будете скидывать скорость, если вы будете вот лететь довольные такие, то может произойти момент, что подвеска спружинит и вас подкатапультирует. Если вы не словите этот момент коленями, то вы рискуете улететь с колеса. Но, в результате, это не минус, это просто специфика колеса. Оно, в принципе, довольно особенное. То есть, если сравнивать его с какими-то другими колесами, сравнивать его с тем, на чем я катался, это действительно что-то уникальное. Колеса с подвеской – это какой-то совершенно новый экспириенс, который, мне кажется, каждому райдеру нужно испытать, для того, чтобы понять, надо или нет, или даже просто для того, чтобы знать, что играет колеса с подвеской. Ввиду того, что колеса с подвеской – это какой-то уже совершенно новый, другой уровень комфорта. В плане езды по бездорожью я могу отдельно сказать, что оно идет по оффроуду очень хорошо. Большая 18х3 покрышка, тем более открытая почти со всех сторон, позволяет вам легко планировать маршрут, даже если он построен не совсем по дороге. Вы едете и без какого-либо страха понимаете, что, ну, вот сейчас проеду или не проеду. Плюс в комбинации с подвеской эта штука демпфирует неровности, камни-корни, и, опять-таки, вам комфортнее и приятнее ехать. То есть Inmotion не соврал, когда говорил, что это колесо имеет укрот потенциал. Да, оно действительно имеет укрот потенциал. К слову о камерах и вообще проходимости колеса. У него крайне высокие педали. То есть на сегодняшний день пока что – это самые высокие педали в принципе у меня. То есть они проседают под вами, когда вы становитесь на колесо, но они проседают не настолько сильно, то есть есть некая вот амплитуда движения. И за счет того, что эти педали высокие, вы буквально летите. Вы летите над другими людьми, вы летите над моноколесниками, тем более летите над самокатчиками. Вот. У вас огромный простор обзора, во-первых. Во-вторых, у вас ощущение того, что вы действительно парите над землей на расстоянии сантиметров в десяти. Потому что, когда вы высоко, вам уже больше не страшны камни, бордюры. Вам не страшно, что вот-вот-вот сейчас проеду и оставлю кусок педали на бордюре. Нет. Вы находитесь на высоте. А это значит, что большая часть низких угроз, там какие-нибудь торчащие из асфальта камни, трубы, оставленные заботливо некоммунальщиками или кем-то еще, они вам больше не страшны. То есть вы едете, и оно пролетает где-то по дваме. Как бы я на себе это испытал, когда пролетел над несколькими бордюрами, которые должен был зацепить, но не зацепил. То есть колесо меня спасло. И, на мой взгляд, это тоже огромный плюс. Высокие педали – это классно. Конечно, высокие педали немножко смещают центр тяжести, и вам нужно немножко привыкать к колесу, но, на мой взгляд, это классно. Кстати, на основу центра тяжести и, в принципе, управляемость колеса, оно восхитительно управляет. Почему? Оно высокое. Когда ставите ногу, у вас колено, оно ровно упирается вот сюда. И за счет того, что оно ровно упирается в эту подушку, вы можете коленем его рулить. Также высокие педали позволяют вам очень хорошо его заваливать в сторону, буквально не цепляясь педалями. Даже из-за того, что они проседают, они имеют все равно очень высокий клиент, это позволяет вам очень легко маневрировать, то есть закладывать такие повороты, которые на других колесах вам просто и не снились. Он тоже съезжает хорошо. По ступенькам можете кататься, подвеска позволяет. То есть по разным кругом моментам, по камням. Это не пенсовоз, это совсем не пенсовоз. Мне кажется, первое на сегодняшний взгляд экстремальное колесо Inmotion, которое они могли выкатить в качестве эксперимента, и эксперимент оказался, по мне, крайне удачным. Подвеска здесь отрабатывает ровно настолько, насколько она может отрабатывать. Не надо врать, что «Господи, я там чувствую вибрации в коленках». Да, вибрации будут, если вы будете сильно грузить подвеску, то есть проезжать кучу разных волнообразных моментов, не давая подвеске распаковаться, то, естественно, она это все не отработает. Вам нужно быть в курсе и понимать, что это все же моноколесо. Это не крузер, это моноколесо. То есть такого комфорта, как на какой-то, я не знаю, на уроченной автомобильной подвеске или сверхдорогой самокат, вы не увидите здесь. Комфорт здесь есть. На данном этапе я буду считать, что это самое комфортное моноколесо с подвеской. И даже не потому, что у «Господи» есть подвеска, а потому что, в принципе, оно грамотно и хорошо собрано, то есть нет особых пасеков в плане сборки, нет особых пасеков в плане самой конструкции колеса, потому что, если сравнивать с ближайшими конкурентами, то, как по мне, является самым комфортным. Опять-таки, возвращаясь к езде, в принципе, ночью вас спасает вот эта вот пасхетительная фара. С установленной в ней реактивной турбиной, да. Поскольку фара яркая и мощная, ее необходимо принудительно охлаждать. Поэтому «Моушен» установила там вентилятор, который нагнетает туда воздух и ее освобождает. Собственно, у фары очень интересным способом реализовано положение линзы, потому что у нее есть граница. У нее есть четкая верхняя граница, которая не позволяет вам снипить пешеходов. Она бьет довольно далеко, но низко. Это позволяет вам видеть дорогу даже в абсолютной темноте без фонарей. И при этом не давать лицо встречным пешеходам, которые гуляют с собакой или просто идут на собственных делах. То есть «Моушен» подумал не только о комфорте вас как радера, но и о комфорте людей, между которыми вы катаетесь. Из минусов отмечу отсутствие динамика, потому что, ну, не знаю, лично мне хочется кататься с музыкой. И даже не потому, что я тот дебил, который включает что-то неприятное ездить по улицам. Нет, потому что колонки чаще всего системы оповещения, которая позволяет допидеть людей где-то там издалека, что вот я приближаюсь. В принципе, касательно минусов, что еще могу ответить? Некие проблемы при работе с подвеской, то, что ее нужно будет регулярно подкачивать, смотреть наполнение камеры и прочее, потому что, ну, подвеска все-таки подспускает немножко от нагрузки. Это уже как бы вообще доказанный факт. И вам несколько раз в неделю, допустим, нужно будет ее подкачивать. Но мне кажется, это достойная плата за то, что у вас в принципе есть подвеска. Колесо немножко нигнирует вашу резкость. Если вы привыкли к абсолютно резким и быстрым маневрам, то вам придется их как-то скалировать и подстраивать под общую эргономику и поведение колеса на дороге, потому что оно, то есть оно не резкое. Разгоняется оно уверенно и довольно быстро, но оно не резкое. Если вы решите быстро тормознуть, для вас это может стать проблемой, потому что вы как бы начнете тормозить, но какая-то инерционная масса все-таки вас подтолкнет. Потому что, опять-таки, подвеска, прежде чем тормознуть, нужно создать усилие. Потому что у обычных колес у них усилие как бы передается напрямую. Здесь усилие передается через подвесок. Говоря о том, кому я могу посоветовать данное моноколесо, я хочу остановиться на тех райдерах, которым, во-первых, все надоело, и у них еще чего-то нового, им хочется экспириенса такого, как он не был. Во-вторых, людей, которые уже точно знают, чего они хотят, что они хотят хорошее колесо с подвеской. Если вы хотите хорошее колесо с подвеской, берите InMotion. Честно говоря, берите InMotion, не ошибетесь. Косяков будет гораздо меньше, и проблем тоже будет гораздо меньше, чем со сторонными этими. Это EX я еще не тестировал, но там тоже будет моя рецензия. То есть, ну, также я хочу посоветовать тем, кто хочет добиться от моноколеса, от транспорта, который, в принципе, не очень рассчитан под комфорт, а просто рассчитан на то, чтобы быстро добраться с точки А, с точки Б, хочет колеса максимального комфорта. То есть, хочет добиться от колеса того, чего он не может получить от других моноколес. Те, кто выбирает это колесо, как мне кажется, точно знают, чего он хочет. Он обязательно, он целеустремленно идет к тому, чтобы взять это колесо. Ему, в принципе, другие колеса не нужны. Поэтому, если вы хотите взять себе V11, приезжайте, тестируйте, обязательно смотрите. Колесо хорошее. И лично я, как любитель поэкстремалити, его одобряю, потому что оно позволяет поэкстремалить. Подвеска лоббит. В принципе, тяговые характеристики позволяют разгоняться, тормозить и управлять его, даже заваливать на такие углы, на которые другие колеса завалить попросту не для. Спасибо вам за ваши просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне приятно знать, что ваше творчество мне нравится, и то, что мы делаем, то, что наша команда делает, оно для вас является чем-то ценным. Спасибо. Подобные отношения мотивируют. С вами был Павел. Магазин «Нитка транспорта» Димак Бай. До новых встреч. Пока.